итак продолжаем люди в состоянии синдрома самозванца они ходят по по определенному кругу циклу сейчас я вам про него расскажу в чем заключается этот цикл цикл состоит в том что сначала этот человек в этом состоянии максимально вкладывается в какое-то достижение очень сильно много тратит энергии на это достигает этого обесценивает потому что мы помним да что люди в этом состоянии не все обесценивают что да это вообще не сильно то там я и старался это так само собой разумеющиеся это вообще там не повезло это случайность еще кучу куча всяких отговоров обесценивают потом после этого у человека нарастает ощущение тревоги опять что опять что-то он не доделал что-то он где-то плохой где-то он чего-то не успевает все лучше а он не такой эта тревога нарастает и чтобы ее погасить эту тревогу фоновую в которой он постоянно живет помните да он сразу делает какое-то импульсивное следующее действие не всегда осознаваемо в отличие от допустим цикла так скажем человека без синдрома самозванца идеальный цикл как он должен происходить мы чего-то достигаем мы себя хвалим за это мы даем себе отдых паузу обдумываем наши действия обдумываем следующие шаги и делаем их тут нету тревоги нету места тревоги в этом цикле все делается из ощущения спокойствия и благополучия так вот терапия синдрома самозванца она призвана также включить вот в этот цикл тревоги момента сознания между нарастающей тревогой и действием то есть между стимулом и реакцией сократить вот эту наоборот увеличить эту связь включив в него момент осознания чтобы действие которое мы делаем под влиянием тревоги носили все-таки какой-то осознанный характер для чего мы это делаем есть три этапа что мы делаем на этом моменте терапии до первый этап мы осознаем признаем наши эмоции что мы чувствуем вот тревога нарастает мы чем-то не прям чувствуем вот что-то не в своей тарелке мы должны определить какая эмоция за этим стоит и проговорить ее это уже снизит градус напряжения проговаривание своих эмоций но очень полезно дальше вспоминаем про кувшин эмоции смотрим на картинку после наших эмоций стоят потребности то есть вторым этапом после того как мы осознали свои эмоции мы должны понимать а что же стоит вообще за этой эмоции какая потребность чего мне не хватает что я хочу то на самом деле эмоция она же как индикатор того что ты чем-то не удовлетворен чем как какая потребность не выполняется не исполняется когда ты это проговорил осознал третий этап человек переходит к осознанию желаемого действия и это действие но он не будет уже носить какой-то импульсивный характер она будет происходить из осознания а чего я хочу на самом деле и что мне нужно сделать для того чтобы это получить вот то есть такие три этапа казалось бы банальные но если вы включите вот эти три этапа между нарастающей тревогой и действием а вообще поначалу лучше перед любым действием своим проходить вот эти три этапы эмоции потребность действия тогда больше осознанности появится для чего вы это делаете какие-то действия и что вам стоит делать то в реальности чтобы удовлетворить свои потребности которые действительно у вас есть вот это наверное по видео все что я расскажу дальше я приведу схему упражнения из семи пунктов также по терапии этого состояния вы можете их самостоятельно пройти если вам понадобится помощь консультация вы можете обратить ко мне в личные сообщения я голосовыми вас проконсультирую по этим этапам дам какие-то направления если захотите пройти эти этапы вместе со мной тоже пишите мы с вами договоримся всем хорошего вечера надеюсь тема синдрома самозванца была вам полезна если это так то ставьте лайки ваш класс обратную связь оставляйте любую всем пока